И так длилось 100 лет до 1870 года, когда по желанию тогдашней владелицы Великой книги Елены Павловны начинаются ремонтно-восстановительные работы. Елена Павловна хочет возродить добрую память о Петре III. И перед руководителем работ, архитектором Прейсом, она ставит задачу. Все в этом дворце должно напоминать его первого хозяина. При Петре III это помещение было передней, и стены, пока в моде того времени покрывал цветной шелк, клеточку. Вы можете представить, как сверхало помещение при соответствующем освещении. А падуги, перекрытия и камин украшали, как и сейчас, лепные композиции в стиле рококо. В архитектуре этому стилю присущее изображение пышно-цветочных орнаментов с неизменным элементом. Кардуш в виде стилизованной раками. Раками по-французски, что и дало второе название стилю. В конце XIX века обещавшую шелк снимают, стены покрывают нежно-оливковым цветом и украшают деревянными резными композициями в технике рококо. Тогда же здесь, по желанию Лены Павловны, появляется портрет Петра III, он перед вами. Это с работы русского художника Федора Рокотова «Великолепная рама» с короной «Работа русских резчиков по дереву». Напротив, портрет русского короля Фридриха II. Он здесь не случайно. Фридрих II был кумиром для великого князя Петра III. И не случайно за 40 лет своего правления Фридрих не проиграл ни одного сражения, а он, знаете, много воевал, взял Пруссию могучим государством. И прусская армия была на тот момент лучшей армией Европы. И великий князь планировал, когда станет императором, переконструить русскую армию на манер прусской. В среднем XVIII века из Европы в Россию приходят мода на карточные игры. А вместе с кикрами появляется такой вид мебели, как ломберные столы. Петром Федоровичем для Рененбаума было заказано четыре столика. Один из них, пожалуйста, перед вами ломберный стол. Как правило, они имеют поверхность не только для карточных игр, а и для нескольких настольных игр. Это столик, изготовленный во Франции, средина XVIII века. Это основа букв, фанировка по лесам. Вверху видите шахматная доска, а внутренняя сторона затянута, сукнул и предназначалась для игры в карты. Угловой шкафчик – это работа немецких мастеров, также средина XVIII века. На нем вы видите изысканную жерандоль с хрустальными подвесками и рубиновым стеклом. Это историческое собрание Рененбаума, как и все светильники. Это приборы, великолепные люстры, которые вы будете видеть далее в залах дворца. Все это историческое собрание Рененбаума. Комод русской работы. На нем висит четырех бравых солдат. Это изделия мессинской фарфоровой монофактуры. Фигурки объединены по моделям известного мастера Эганна Кендлера. У Кендлера целая серия таких фигурок. Она насчитывает две тысячи и носит название «Игрушечные солдаты» Петром Федоровичем. Для Петерштата из этих двух тысяч было заказано 200 фигурок. Четыре из них перед вами. При Петре Федоровичем стены маленькой комнаты, которые за моей спиной, были затянуты зеленым шелком. А восточная стена, все вы это увидите, декорирована.